Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для портала экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание пятой главы первого послания святого апостола Петра. Апостол Петр здесь обращается, как это ни странно, к священнослужителям. Его наставления, они попадают очень точно в цель, потому что апостол Петр предостерегает священников, епископов от двух пороков, которые могут их служение сделать неспасительным для себя и для других, а губительным. Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Вот два порока, которые могут преследовать священнослужители и разрушить его жизнь. Это гнусная корысть и отношение к людям Божьим, к церкви, к пасомам, как отношение господина, а не как того, кто должен подавать пример. Почему он говорит о гнусной корысти? Мы с вами помним из книги «Деяния апостолов», что христианская община того времени, она как бы жила в складчином. К апостолам приходили люди, отдавали им свои пожертвования, веря, что они будут во благо. И, конечно же, могли быть люди, и они бывали, есть и будут, которые этим доверием, этим отношением, этим почетом могли воспользоваться для того, чтобы у них была хорошая и сладкая жизнь. И апостол Петр здесь попадает как раз в самую точку, и он вот чувствует, он чувствует этот болевой нерв, вот, возможно, источник будущих неприятностей для многих из тех, к которым он обращается. И второй порог, свойственный священнослужителю, это господство над наследием Божиим. Когда священник воспринимает себя как человека, принадлежащего к некой касте избранных, как к человеку, которому должно воздаваться особое почтение, особое уважение, апостол Петр напоминает, что не господствовать должен пастырь, а подавать пример. Да, действительно, очень трудно испытать это искушение, искушение духовной властью. Власть развращает человека, но власть духовная, власть над душой человека, когда человек открывает тебе свое сердце, поверяет тебе всю свою жизнь, и, да, в сердце пастыря может закраться это падение, видя такое доверие, видя такую открытость, начать духовно управлять, тем самым удовлетворяя самые свои низменные и порочные страсти, решая какие-то свои психологические проблемы, свои комплексы. Не мог я достичь чего-то в обычной мирской жизни, но здесь я удовлетворю и свое тщеславие, и свою корысть. И на самом деле вот за этими возвышенными словами апостола Петра скрывается очень серьезный урок, который он тогда пытался преподать своим сопастырем, то есть тем епископам, священнослужителям, которые были, в том числе и им поставлены для руководства христианскими общинами. Как нельзя апостол Петр здесь бьет в точку. Также и младшие. Повинуйтесь пастырем, то есть доверяйте им. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрем, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Почему апостол Петр говорит здесь о смирении, о подчинении друг друга, о том, чтобы мы не были гордыми? Не нужно думать, что он здесь имеет в виду, что одни члены христианской общины должны находиться в каком-то рамском подчинении другим. Он только что как раз предупреждал, что этого не должно быть. Он говорит именно о том, что гордыня делает конфликты между людьми безысходными. Не может быть у людей без конфликтов и противоречий, даже если не верующие. Все мы имеем свои слабости и свои грехи. Часто вступаем друг с другом в противоречия. Но их всегда можно разрешить, если мы смиренны, если мы открыты друг к другу. А что значит в данном случае в области человеческих отношений смирения? Готовность первому пойти навстречу. Готовность первому попросить прощения. Готовность ради любви к людям идти на компромисс с ними, даже если они тебе не всегда могут быть симпатичны. Но гордыня, она все человеческие конфликты делает безысходными. Она как бы замораживает их, потому что никто не может поступить со своей позицией. Человеку кажется, что если он уступит, то он не человек, не мужчина. И много чего другого можно здесь надумать. И гордыня всегда проистекает из неправильного, извращенного понимания того действительно высокого достоинства, которым Господь наделил человека. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Что значит смириться под крепкую руку Божию? А значит, довериться Богу, исполнять его заповеди. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Как здесь не вспомнить слова Христа из Нагорной проповеди? Апостол Петр не пытается здесь привить христианам такое безалаберное отношение к жизни. Нет, но мы помним, ведь о ком он говорит. Он говорит о периоде гонений, когда действительно Христиан оказывался в такой ситуации, что в его силах уже не было ничего. Я уже упоминал о том, что одним из наказаний была гражданская смерть, лишение человека имущества и его каких-то сословных привилегий. Что делать? Куда идти? Возложите все свои заботы на Бога. Не предавайтесь отчаянию в такой ситуации. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердой веры, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. То есть не вы одни. Где бы ни были и не жили христиане, верьте, что они сталкиваются с теми же трудностями и гонениями, точно так же, как вы. Дьявол, как лев, ходит и смотрит, как бы поймать вас, как бы в период очень непростой и трудно для вас не внушить вам малодушные мысли, озлобление, отчаяние, потерю надежды на Бога. Ибо человек, который находится в тяжких обстоятельствах, очень уязвим для вот подобного рода внушений со стороны дьявола. «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас» слово «совершит», может быть, следует перевести более понятно, «сделает вас совершенными», да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Почему непоколебимыми? Потому что, как я уже сейчас сказал, очень легко в такой ситуации поколебаться верой. «Хорошо верить, когда в жизни у тебя все хорошо. Ему слава и держава веки веков. Аминь». Поэтому, когда теряется даже самая последняя надежда, апостол Петр называет всю нашу жизнь кратковременным страданием. Да, звучит, может быть, несколько неприятно для нас, странно для нас, но не забываем, что все эти слова должны быть вписаны в исторический контекст. И, конечно, мы читаем их совсем по-другому. А представьте, как те же самые строки еще совсем недавно, меньше ста лет назад, читали новомучники, исповедники российские. И насколько актуально, насколько явственно все это для них звучало. Одно дело изучать эти тексты, смотря видео на портале или изучать в воскресной школе, а другое дело вспоминать эти строки, например, сидя в тюрьме или в концлагере. «Се кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Здесь мы узнаем такие интересные исторические, бытовые подробности написания этого письма. Оказывается, это письмо апостол Петр передает христианам через Силуана, который, очевидно, должен был довести это послание до христианских общин. Ведь церковь – это люди и отношения между людьми. И невозможно здесь не упомянуть о человеке, не только вращаясь в области каких-то абстрактных, богословских идей. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». Я приведу достаточно традиционное толкование этого места. Считается, что апостол Петр здесь словом «Вавилон» иносказательно называет город Рим, в котором он находился вместе со своим учеником Марком. В церковном предании есть очень заметная традиция указывать на то, что Марк был учеником апостола Петра. Более того, что согласно свидетельству папе-епископа Ирапойского, которое дошло до нас через историка церкви Евсевия Кисарийского, Марк написал свое «Евангелие со слов апостола Петра». Поэтому вот эти вот упоминания о людях, о Марке, о Вавилоне, о Петре, краткие упоминания, на самом деле могут многое нам сказать. А какой Силуан имеется в виду? Ну, из Нового Завета мы знаем одного Силуана, который был спутником апостола Павла. Вот, возможно, таким образом здесь пути разных апостолов, они пересекаются. «Приветствуйте друг друга лапзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь». Мы с вами говорили, что послание как письмо, как жанр имеет определенную структуру, имеет прескрипт, где указывается то лицо, которое пишет письмо, и то лицо, которому это письмо адресовано. Есть тело письма, то есть его основное содержание, и есть обязательно так называемый эсхотокол, то есть завершающее приветствие. Если брать древнюю литературу, литературу того времени, языческую, то, как правило, этим эсхотоколом являлось какое-то доброе пожелание, чаще всего пожелание здоровья. Помним, как у Пушкина, в конце письма поставить Валя. Валя значит будь здоров. Но в письмах апостолов, как правило, завершающее приветствие, пожелание, оно имеет вид молитвенного благословения либо именем Троицы, либо именем Христовым, как мы и видим здесь у апостола Петра. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Субтитры Субтитры